Всем огромный привет, кто заглянул на мой YouTube канал впервые. Меня зовут Таня. Здесь я в основном говорю про парфюмерию, видео парфюмерное и ароматы для бунтарей. Когда я снимала видео ароматы для соблазна, для соблазнения, у меня был такой наряд. Я была в черной обтягивающей, такой прозрачной водолазке. Какие-то там у меня украшения были, яркие красные губы. И я задала вопрос своим зрителям, похожа ли я на женщину, которая хочет кого-то соблазнить. И дочка мне моя сказала, что я похожа на женщину-бунтарку. И вот отсюда у меня возникла такая идея создать видео ароматы для бунтарей. Но в комментариях мне такое написали. Я так смеялась. Пишите мне почаще такие комментарии. Ой, на кого я только не похожа была. Только не на женщину-соблазнительницу. И на директора детского сада, и на бухгалтера поселкового совета. Почему-то именно поселкового совета. Но знаете, наверное, давно никого не соблазняла. Когда я в последний раз соблазняла? Больше 30 лет назад своего мужа. Наверное, так сейчас уже в таких нарядах не соблазняют. Надо мне посмотреть видео, в каких нарядах соблазняют мужчину. И переиздать это видео. Так, на кого я сегодня похожа? А, кстати, вы не знаете, что еще написали в том видео? Что я даже похожа в этом наряде на Ксению Собчак. Короче, давайте так. Сегодня на кого я похожа? Я уже не стала в бунтарку наряжаться. Сначала думаю, губы что ли черным накрасить. Или ногти хотя бы черным накрасить. Сегодня я кто? Рыбачка Соня. Давайте продолжайте писать свои комментарии, на кого я похожа. Ну, а у меня видео для бунтарей. Да, кто такие бунтари? Это такие неспокойные люди. Всегда протестующие. Люди, которые борются за справедливость. Непределивость. Люди, которые выделяются своеобразностью, непредсказуемостью. Они стремятся к свободе. Не позволяют ограничивать свою свободу. И вот сегодня будут такие же ароматы. Такие непредсказуемые, своеобразные. Кто-то их любит, кто-то их ненавидит. Я очень люблю все эти ароматы, которые в моем парфюмерном гардеробе. И давайте приступим. Не забывайте в комментариях писать, на кого я сегодня похожа. Договорились? Итак, первый аромат это Сисли Суар де Ориент. Это мое парфюмерное я. А почему это мое парфюмерное я? Потому что этот аромат похож на меня. Вы знаете, я тоже в душе какая-то бунтарка. Какая-то вот такая тоже своеобразная. Сейчас уже не так. Вот в молодости я очень любила выделиться. Из толпы была какая-то не такая. Мне так и говорили, что я какая-то не такая. Какая-то, в общем, интересная. И этот аромат такой. Он громкий. Он бальзамический. Давайте, что здесь в нотах. Шафран, гальбанум. Лимон, роза, герань, ладан, пачули и сандал. Он такой очень, как я уже сказала, бальзамический. Он дымный. Он очень глубокий. Пачулевый. Знаете, вот парфюм, протест, протест и самовыражение. Давайте я его буду распылять, говорить свои чувства. Ой, обожаю этот аромат. Это роза. Это такая красивая дымная роза. Вы просто не представляете. Наверное, теплый аромат больше. Потому что, знаете, дымный такой. Ладана здесь очень много. Наверное, самая красивая такая вот дымная ладаная роза. Он на старте, да, он очень яркий, он очень громкий, он стойкий, он шлейфовый. Если вот вы выйдете куда-то в этом аромате, вот, знаете, прямо обольетесь и зайдете в любое помещение, где, знаете, этот аромат заполнит все это помещение, вы точно заявите о себе. И заявите не просто так, что вот я женщина пришла, а женщина своеобразная. Женщина чего-то требующая, может быть. И, в общем, я не знаю, что-то, кто-то видео снимал, что на почту можно приходить в этом аромате. Как только вы придете, все сразу разбегутся. Вы знаете, да, на почтах, какие очереди. У нас вот в Израиле, например, тоже что попало с этими почтами сделали. Такие очереди можете там целый день просить. И вот вы заходите в этом аромате на почту. Вы такая бунтарка, вы такая рыбачка Соня. И, короче, весь мир у ваших ног, вот, все, в общем, ничего мне не доказывайте. Я такая и такая я буду. Но знаете, что хочу сказать? Чем мне этот аромат удивляет? Я вот даже иногда его на ночь немного наношу, вот буквально намазом. Сначала дымный, да, такой ладанный, бальзамический, громкий. И этот старт держится, наверное, полчаса. Ну, такой, знаете, вот очень мощный. Но меня он не пугает. Мне он очень нравится. Я кайфую от этого аромата. Но когда я просыпаюсь утром, вот и подушка, и одеяло пахнет, знаете, такой красивой розой в обрамлении вот этого вот ладана. И это уже все спокойное. Бунтаря, бунтаря утихомирили, короче. И он спит, и наслаждается запахом этой розы. Но он классный, необыкновенный. Ой, люблю, люблю. Не знаю, наверное, вот у кого парфманьяков нет этого аромата, он должен быть у вас. Потому что это, можно сказать, такой, знаете, нишевый аромат. Необыкновенный он играет, он искрится, он привлекает к себе. Так, куда ставить, чтобы было видно вот так, да? Видно будет. Далее, конечно же, кирки. Тоже очень люблю этот аромат. Не говорите мне, что надоело уже муссолить этот кирки. Но он на самом деле необыкновенный. Скажите, что вот когда только его выпустили, он произвел эффект вау. Кому-то вау фу, кому-то вау вау. Да, это такой классный аромат. Вот для меня он до сих пор является таким, знаете, эффект вау в хорошем смысле. Это аромат не про тишину, это аромат, наверное, про то, как вы ищете себя. Это поиск себя. Для меня это взрыв фруктов. Ой, ну не знаю, ну красота. Я не знаю, кто говорит, что здесь ацетон. Ну, я понимаю, там еще мускус, да, такой удушающий. Ну, нет здесь никакого ацетона. Это такие красивые фрукты. Это, наверное, король фруктовых таких шипровых ароматов. Это, кстати, шипр. И король мускусных, наверное, ароматов. Все сразу. Это очень спорный аромат. Кто-то любит, кто-то его ненавидит. Это много фруктов. Это маракуйя, малина, персик. Это ноты песка. Я вот недавно вам говорила, что, наконец-то, я научилась различать ноты песка. Это такая, знаете, какая-то шероховатость, какая-то немножко пыльность. И такая, знаете, горячая пыльность, как будто бы вот раскаленный песок. Это потрясающее сочетание вот этих фруктов экзотических и мускуса, и древесных нот, и песка. Я уже, как я уже сказала, это не про комфорт этот аромат. Если вы его на себя нанесете, ну, наверное, многие знают, то вы также заявите о себе, что вы неспокойны, что вы человек такой противоречивый, что вы человек-борец. Что хочу сказать про копии этого аромата. Да, вот многие говорят, вот этот аромат похож этот, он очень часто подделывают его, создают различные реплики. Я тестировала, сравнивала с разными ароматами, но это что-то бесподобное. Это шедевр, он остается королем вот таких вот фруктово-мускусных горячих ароматов. Кирки Тициана Терензи сказала, да, или не сказала, я могу и не сказать. Сегодня рыбачка Соня бунтует. Так, дальше пойдем. Это, конечно же, Бараонда от Носомата. Это нужно тоже быть таким смелым, чтобы нанести на себя этот аромат. Я вот, когда всегда наношу на себя этот аромат, мой муж всегда принюхивается, говорит, что-то, говорит, втихаря выпила там, что ли, где-то от тебя, говорит, попахивает, говорит, винишком. Носомата бренд вообще противоречил, мне кажется, любой аромат возьми, да. Этот аромат может вам не нравиться, да. Ну, я и про этот говорю вообще от бренда Носомата, но они чем-то притягивают. Они тоже такие все вызывающие, и хочется разгадывать, и хочется на себя наносить. Вот манят, манят, прям манки. Ну, это алкоголь в чистом виде, он играет, так интересно на старте. Для меня вот прям хороший такой качественный, дорогой виски, потом вино, много деревяшек, что-то сладкое, сухофрукты, солод. Мне даже, знаете, бражкой воняет, брагой. Как-то говорила, что я в детстве бражку любила пить. Это, ну, знаете, да, многие ставили бражку, там самогон гнали, и мне так нравился запах этой бражки. Я все время еще маленького так пальчиком раз пососу эту бражку. Мама меня потом попрала, говорит, не бражка, а брага, брагу. И брагой пахнет, и меня вот этот, и пивом пахнет. Меня этот запах призывает, знаете, совершать какие-то безумные, какие-то безумные поступки. Я знаю, что многие любят этот аромат. Наверное, вот этот аромат многие больше любят, чем не любят, потому что на самом деле необыкновенный. Конечно, не все хотят пахнуть алкоголем, а алкоголем вы будете пахнуть. Ну, потом, когда он уже немножко выветривается, это что-то такое сладенькое, деревяшистое, немного мускуса. Но вообще это про алкоголь. Это надо быть, да, на самом деле каким бунтарем, чтобы наносить на себя этот аромат, обливаться и мы идти в свет. И вам все равно, да, что про вас люди скажут. Пусть говорят, что вы там с утра пораньше уже подбухнули, вам все равно. Мне тоже, кстати, все равно. Люблю этот аромат. Так, как бы сесть, чтобы, ну, видно, да, флакончики. Сесть, чтобы видно было. Опиум, опиум Эфсен Лоран. Это тоже, у кого нет еще в парфюмерном гардеробе маньяки этого аромата, но он должен быть. Это, ой, такой большой флакон не могу нанести. У меня часто бывает, что я не могу схватиться за флакон, нанести его. О, это все, это пошло. Это тоже много бальзама, много сладости, много цветка гвоздики. Он такой теплый, пряный, бальзамический. Сладковатая какая-то дымка опиумного. Я не знаю, как опиум пахнет. Какого-то вот, ну, это я так, знаете, в общем говорю, какого-то опиумного. Это, ну, благовония какие-то опиумные такие. Это, знаете, такой аромат. Я пишу себе на листочках, потому что потом забывают. Многогранный такой. Он, знаете, вот когда наносит на себя этот аромат, хочется вам познавать этот мир. Хочется творить, хочется что-то созидать. Ну, если не хочется творить, так все равно мечтать о чем-то хочется. Он всегда вас унесет в какой-то другой мир. Мир, знаете, такого умиротворения, чувственности. И вот этот вот сладкий, опьяняющий, вот просто опьяняющий шлейф у него. Я не знаю, вот как они пришли к тому, чтобы создать этот аромат. Ну, это не простой, конечно, парфюм. Это тоже настоящий парфюм для людей, которые хотят выделиться. В этом аромате, да, если вы уже этот аромат на себя наносите, то вы уже говорите, что вы носите его, не стесняетесь его носить. Вы говорите, что вы не позволите, да, никому ограничить свою свободу. Захотели и нанесли его. Ой, это красота. Вот у меня мурашки по коже. Все хочу видео снять про парфюмы мурашки по коже. Все никак не могу. Опьян. Наверное, многие с ним знакомы, но я считаю, что это парфюм для бунтарей. Так, следующий наркотик Венус. Это опять же Насомата. Миллион раз вам про него говорила. Да, что здесь лилия, жасмин, тубероза и специи. Говорят, что и на много есть похожих ароматов. И Майкл Корстон, еще что-то. И вот многие говорят, что у меня был аромат. Кстати, я его отдала. Нишане тубероза. Да, вот на старте они очень похожи. Но потом нет. Это вот тоже. Я не знаю, что Гуальтери ставит в эти ароматы. Какие у него пирамиды. Но я не знаю. Да, вроде пирамида. Да, простая. Цветочный, весенний. Вроде, знаете, так вот на старте легкий. Звонкий. Но нет. Это не просто цветочный такой женственный легкий аромат. Это аромат тоже, который заявляет о себе. Это аромат взрыв. Это аромат бунтарства. Это тоже надо набраться смелости. Знаете, женщине, чтобы облиться им и пойти. Потому что вас увидят все. Вы, как сказать, это до такой степени сексуальный аромат. Он наглый. Он взрывной. Он такой холодный. Я его назову холодным. Он для меня холодный. И в разное время он играет по-разному. То туберозой, то лилией, то специи. Вот прям в нем чувствуется. Может быть, его можно не любить. Но бунтовать 100% в нем. Только в нем. Если вы бунтуете. У вас что-то такое, знаете, женское недовольство. Какое-то женское что-то. Это поиск себя тоже. Вот наносите этот аромат. И ничего вам не придется говорить. Все и так поймут, что вы за человек. И самый, наверное, бунтарский. Я его ставлю на первое место. Это ароматик эликсир. Я вам рассказывала, что я его на себе не могу носить. Вот прям, знаете, вот как бы сверлит он мне мозг, что ли. Но я на этом аромате тренирую и тренировала, и до сих пор тренирую свое обоняние. Этот аромат был выпущен еще в 1971 году. И выпущен был в тот период. Это вот конец 60-х, начало 70-х. Вот это вот были различные движения хиппи. Борцы за свободу, борцы за справедливость. Там люди хотели показать себя, как-то реализовать. Были такие необыкновенные. И вот мне кажется, вот этот аромат был выпущен, чтобы подчеркнуть вот эту вот всю атмосферу. Это вот самый настоящий такой бунтарский аромат. Говорят сейчас, что это аромат бабушки. Ну какой же это бабушкин аромат? Я еще могу понять, что Альдегиды Шанель это бабушкин аромат. Но этот, какой он бабушкин? Это аромат хиппи. Это настоящий аромат хиппи. Женщина, знаете, с какими-то такими колючками на голове. Какие-то большие такие украшения. Может быть, какой-то стиль такой бога. Но знаете, не скромный бог, а какой-то даже ободранный. Или ободранные джинсы. Какая-то такая сумка джинсовая. Или что-то вот такое. Я вот такой вот образ вижу. Но никак не бабушку в этом аромате. Я знаю, что многие пожилые женщины любят аромат. Но у меня нет. Он у меня ассоциируется именно с таким вот бунтарством, с хиппи. Не знаю, может быть, с панками, там еще с кем-то. Больше, наверное, с хиппи. Знаете, вот в этом аромате нужно старт переждать. И он держится очень долго. Наверное, полчаса, минут сорок. И для меня это просто невыносимо. Но потом, когда он выветривается, я его стараюсь на кожу не наносить. Вот на блотер, когда выветривается, это красота. Это, ну, на старте, да, мощная. Альдегиды, ромашка какой-то, состав травяной. Что-то вот много-много различных трав. И зеленые, и сухотравья, что-то такое вот. Из цветов здесь там и тубероза, и роза, и ландыш. Ну, я ничего этого не слышу. Немного запудривается. Это, знаете, какой аромат. Вот вы в таком вот наряде, в балахоне, в каком-то хиппи. Какая-то лохматая. Или лохматый, там, если вы мужчина. Баляетесь в траве. Сток сена тут же. И птицы, и тут же коровы ходят, мычат. И такая природа, и такой воздух. И запахи, и цветов. Но больше, конечно, вот трав, да, наверное, больше сухотравья. Что-то такое сладенькое, даже, может быть, и конопляное здесь есть. Но он шикарный, потрясающий. И животные нотки. Он очень такой, знаете, животный. Потом в базе здесь и дубовый мох. И причем дубовый мох, знаете, прям горький-горький такой. Здесь и ладан есть. Ну, я не знаю, может быть, вы валяетесь на траве где-то перед церквью. Ну, вот что-то такое. Много деревяшек. Ветивер есть. И этот аромат, кстати, мне кажется, подойдет и для мужчин, и для женщин. Напишите в комментариях, кто считает, что этот аромат подходит только бабушкам. Я с вами хочу поспорить. Это настоящий бунтарский аромат. Так, ну что, следующее видео какое будет? Парфюмы для рыбачки Сони? Пишите мне в комментариях. Посмеемся вместе. Ну, все. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, конечно же, поставьте лайки. Не забывайте подписываться, кто еще не подписан. Всех благодарю за просмотр. Благодарю заранее за ваши комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.